В рамках Кавказской инвестиционной выставки Рашид Тимрезов представил Михаилу Мишустину проекты, вошедшие в модель экономического развития республики. Встреча трех поколений под таким названием в Республиканской библиотеке прошел круглый стол, посвященный Дню Возрождения Карачаевского народа. По первому зову они приходят на помощь, не щадя собственных жизней, вступая в схватку с огненной стихией. В республике отметили День пожарной охраны. Десять команд из регионов России, плюс гости из Абхазии. В Черкесске стартовал волейбольный турнир, посвященный Дню Победы. Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева Черкесия. С вами Мурат Женкёзов. В Минеральных водах продолжает свою работу Кавказская инвестиционная выставка. В ней принимает участие глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Накануне он представил председателю правительства России Михаилу Мишустину проекты, которые вошли в модель экономического развития республики, развитие зеленой генерации, развитие интенсивного садоводства и туристко-рекреационных кластеров Архыз Тиберда-Дамбай. По результатам реализации данных проектов общий объем инвестиций составит более 170 миллиардов рублей и позволит создать порядка 12 тысяч новых рабочих мест. Я вам докладывал по поводу прорывных проектов, по модели экономического развития. Так еще хотел бы рассказать о том, что мы коллеги наши... Это ваши? Груши ваши? Не попробовали вы груши у соседей? Очень вкусно. У нас самая большая граница. Сады Карачаева Черкесия. У нас самая большая граница, протяженность границы с республикой Афгазия, наш братский народ. Но самое главное, что я хотел вам сказать, и я вам докладывал, на самом деле для нас прорывные проекты, они такой новой формы работы всего правительства, всей команды Карачаева Черкесия. Хочу поблагодарить Юрия Яковлевича за поддержку постоянного региона и общественно-политической деятельности в социально-экономическом развитии. В рамках выставки Рашид Тимрезов принял участие в заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Глава правительства подвел небольшие итоги его рабочей поездки в Карачаево-Черкесию, где состоялись встречи с работниками и руководством нескольких предприятий региона. Он подчеркнул, что подобные встречи действительно необходимы для принятия взвешенных, сбалансированных решений с учетом мнения граждан, то есть той обратной связи, о которой говорит президент. Далее в ходе заседания Михаил Мишустин обозначил ключевые показатели социально-экономического развития регионов СКФО. Весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности вносит Карачаево-Черкесия, выделив садоводство в качестве одного из приоритетных проектов. Премьер-министр также выделил интенсивные темпы развития овцеводства в округе, где Карачаево-Черкесия намерена стать лидером. Второе важнейшее направление – туризм. Развитие транспортной инфраструктуры выделено в качестве еще одной приоритетной отрасли для регионов СКФО. Внимание было привлечено к важнейшему для республики проекту по строительству дороги, проходящей через Карачаево-Черкесию к Черному морю. Президент отмечал, что у республик Северного Кавказа есть все возможности, чтобы по максимуму раскрыть свой богатый потенциал и обеспечить рост основных экономических показателей. Только что лично убедился в этом в ходе осмотра Кавказской инвестиционной выставки. На ней представлены интересные проекты в самых разных отраслях, в том числе и в сельском хозяйстве, в промышленности, в туризме, в энергетике, в строительстве, на транспорте. Есть возможности и для наращивания объемов собственного производства, и для выстраивания новых логистических маршрутов. В республиканской библиотеке имени Халимат Пайрамуковая прошел круглый стол «Встреча трех поколений», посвященный Дню Возрождения Карачаевского народа. Собравшиеся вспоминали тяжелые дни депортации и делились воспоминаниями о том, как проходило восстановление жизни после возвращения на историческую родину. В мероприятии принял участие наш корреспондент Алихан Лепшоков. Здесь собрались представители трех поколений, которые выступают живыми свидетелями выселения, рождения в ссылке и те, которые появились на свет уже после, на родине. Открывая работу круглого стола, руководитель республиканской библиотеки Салых Хабчаев поприветствовал всех собравшихся и отметил важность подобных встреч. В свою очередь, председатель комитета парламента Карачаева Черкесии по науке, культуре и образованию Алексей Ганшин поздравил с этим знаменательным днем в истории карачаевского народа и пожелал, чтобы подобные утраты не испытывал ни один народ. Народ вернулся на свою родную родину, значит на свои земли, полностью восстановился, получил прекрасное образование и сейчас занимает достойное место в развитии нашей республики и в развитии всей нашей России. От души поздравляю всех вас с праздником. Те ужасные депортации буквально всплывали перед глазами тех, кто на мероприятии рассказывал о своей жизни в Средней Азии, столько разрушенных жизней и судеб людей, которые так и не вернулись в родные края. И мы сегодня с горечью вспоминаем их, отмечали собравшиеся. Мне было в Средней Азии, когда нас пересидали, в Средней Азии, у матери перестало молоко. Напротив сидела женщина с ребенком на руках, но когда я начала плакать, эта женщина сказала, дай я покормлю этого ребенка, она меня кормила. А потом моя мама видит, что все время кормила меня, но самого малыша нет. Она мне говорит, да ты все молоко даешь моему, а своему, нагнись и пожалуйста, это никому не скажи. Мой ребенок умер, боленцей. Я не знаю его похоронить. Представитель поколения, который родился после возвращения на родину и кто принимал участие в реабилитации карачаевского народа. Заместитель председателя общественной организации Карача Ланхал Шагабан Татарго подчеркнул, что сегодня необходимо уделять особое внимание воспитанию подрастающего поколения и развитию нашего народа. В период с 1957 года, когда карачаевский народ вернулся со Средней Азии, на мой взгляд, выполнен большой объем работ по возрождению карачаевского народа. В промышленности, в сельском хозяйстве, в вопросах культуры, развития, искусства, значительный рывок сделан. На сегодняшний день, я, недавно наблюдая за большим количеством ученых, докторов наук Карачаева-Черкесии, просто был приятно удивлен тем количеством, потенциалом, который сегодня имеет не только Карачаева-Черкесия, но и карачаевский народ. Наш народ первым встретил карачаевцев. И, безусловно, мы чтим память погибших в тех ужасных местах депортации, отметил доктор политических наук Абуталип Сангрибаев. Боль карачаевского народа отразилась и на нагайцах. Мы, язык у нас почти одинаковый, но не только в этом. Например, по истории мы видим, что когда мы видели, слышали, я тоже слышал, читал, когда возвращались карачаевцы на станции Ураковская, на станции Эркин-Шахар, наши нагайцы встречали их хлебом-солью, нагайским чаем, паурсак, котлома. Также в Испубликанской библиотеке была организована фотовыставка с портретами людей, испытавших насилие в выселении, и выставка книг, посвященные теме депортации. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева-Черкесия. В Карачаево-Черкесии отметили День пожарной охраны. Праздник в Черкесии, посвященный 374-й годовщине пожарной охраны России, прошел на территории 2-й пожарно-спасательной части. Начальник главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Александр Галакаленко поприветствовал гостей и отметил, что огнеборцы стоят на страже безопасности людей не одно столетие. По первому зову они всегда приходят на помощь и, не щадя собственной жизни, вступают в схватку с огненной стихией, на деле доказывая свое высочайшее мастерство и отвагу. Поздравления были подкреплены награждением отличившихся сотрудников. Лучшие представители профессии были отмечены медалями и знаками отличия. Ряду сотрудников вручили благодарственные письма, почетные грамоты МЧС России, Народного собрания. В праздничный день офицерам присвоили очередные специальные звания. Всего наградами отметили 70 человек. Кроме того, в рамках торжественной части мероприятия дипломами и памятными призами наградили победителей творческого конкурса «Я в пожарный пошел, пусть меня научат». А также второго этапа соревнований – лучшая команда СКФО по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧАЭС на автомобильном транспорте. Команда Республики представит СКФО на всероссийских соревнованиях. По первому зову они всегда приходят на помощь и не щадя собственной жизни вступают в вкладку собственной стихии. На деле, доказывая свое высочайшее мастерство и отвагу. Профессионализм, храбрость и решительность, готовность в любой частке идти на риск ради спасения людей – вот качество, которое отличает пожарных. Их самоотверженность и чувство сопричастности к чужой беде сыскали уважение и искреннюю благодарность среди жителей нашей Республики. Сегодня, как и много лет назад, основной вашей задачей является защита жизни и здоровья граждан нашей Республики, их имущества, а также государственного и муниципального имущества от пожаров. Со своей задачей вы справляетесь на должном высоком уровне. В Черкесске стартовал волейбольный турнир, посвященный Дню Победы. Участие в соревнованиях приняли команды из нескольких регионов России и Республики Абхазия. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Этот ставший традиционным турнир можно смело считать международным. В прошлом году девочки из Абхазии приезжали в столицу Карачаево-Черкесии впервые. В их числе была и Маша, у которой от тех состязаний остались приятные впечатления и немало новых подруг. В прошлом году, когда мы приезжали в Черкесск, нас приняли очень тепло. Нам здесь очень понравилось. Мы подружились с очень многими командами, мы нашли общий язык. И даже с некоторыми из девочек поддерживаем связь. Сегодня мы приехали, получается, второй раз. И девочки, от лица девочек хочу поблагодарить за это второе приглашение. Хочу сказать, что уровень, конечно, выше, чем был в прошлом году. И команд, соответственно, тоже больше участвует. И наши девочки тоже показывают лучше результат, чем в прошлом году. Десять команд из нескольких регионов России, плюс гости из Абхазии. Каждый коллектив мог с полным правом рассчитывать на успех в многодневном турнире, посвященном Дню Победы. Следствием основательной подготовки юных спортсменок стали напряженные поединки на площадке спорткомплекса «Олимпийский». Приезжает та же команда из тех же городов под тем же названием, но состав уже более молодой, так скажем. То есть обновлено. Подрастает новое поколение. То есть следующее. И они уже становятся участницами этих оснований. И таким образом, ну, традиционно есть у нас лидеры на этих основаниях. Ставропольский край всегда является лидером. Например, команда из самого города Ставрополя, Светлоград, Кисловодск – очень сильные города. Ну и традиционно мы как хозяева, нам и стены помогают. Ну и наша команда, она всегда на должном уровне выступает. Целью таких состязаний, помимо определения призеров, можно считать объединение людей вокруг общих интересов. В данном случае вокруг спорта. Наверняка и на этот раз принципиальные соперницы на площадке, вне ее, станут хорошими подругами. Обладатели призов и грамот от организаторов будут определены в конце недели. Артур Мухцер, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. С 7 по 12 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе «Родина» в Станице Прегратной пройдут всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти героя России Канамата Баташева. Организаторы приглашают всех желающих и любителей спорта поддержать спортсменов. В сельхоз «Артели» Кубань при Кубанского района прошли выборы председателя правления. Следующие пять лет колхоз Кубань будет возглавлять Марина Барлакова. Единогласно она была переизбрана. В интервью нашему корреспонденту Белли Джазаевой Марина Барлакова рассказала о своих первоочередных задачах, о том, какие проблемы волнуют сельчан и каково это быть женщиной-руководителем в агропромышленном комплексе. А я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения и всего доброго.